Пробки Информация о пробках вышеупомянутых городов поступает в аналитический центр Яндекса из разных источников. Основными источниками служат видеокамеры и служебные детекторы, установленные на ключевых магистралях городов, а также данные от автоматических треков, которые передают пользователи мобильных Яндекс.Карт, компании-партнеры и владельцы навигационных программ. Кроме того, автолюбители могут сообщить о критичных пробках на дорогах по бесплатному номеру 8 800 333 08 30. Более того, любой водитель может принять участие в формировании картины дорожного движения. Для этого у него должен быть телефон со встроенным или внешним GPS-модулем. Установлено программное обеспечение «Мобильные Яндекс.Карты» и настроенное «GPRS-соединение». Включив в меню мобильных Яндекс.Карт опцию «Сообщать о пробках», водитель передает обезличенные данные о направлении и скорости своего передвижения. С учетом координат пользователя и времени передачи данных на карте города отмечаются точки. Из этих точек формируется трек, путь, пройденный автомобилем. В каждой точке сервис запоминает скорость, с которой в этом месте ехала машина. Если во всех точках трека скорость была достаточно высока, значит пробки в этом месте нет. Такой участок дороги будет подсвечен на карте зеленым. В зависимости от того, насколько расходится максимально разрешенная скорость на конкретном участке и фактическое движение, участку присваивается одно из значений – пробка, затруднение или свободная дорога. Если по дороге можно ехать с максимальной скоростью 60 км в час, а фактически все едут не выше 15 км в час, то этот участок окрасится в красный цвет. Если на шоссе, где выше 100 км в час ехать нельзя, а поток движется со скоростью 60 км в час, то дорога приобретает желтый цвет. А уж если движение соответствует максимально разрешенной скорости, то участок дороги будет зеленым. Обновляется вся эта информация каждые 4 минуты. Включив отображение информации о пробках, вы увидите стрелки четырех цветов – красного, желтого, зеленого и коричневого. Красный цвет сообщает о том, что на данном участке образовалась пробка. Для основных магистралей это означает, что скорость не превышает 30 км в час, для крупных улиц и проспектов – 20 км в час, а для небольших улиц в центре города – 10 км в час. Желтый цвет означает, что по этому участку можно проехать, но скорость движения ниже, чем на свободной дороге. На шоссе затруднения возникают на скорости от 30 км в час до 60 км в час. На крупных улицах – от 20 км в час до 40 км в час. В переулках – от 10 км в час до 30 км в час. Зеленый же цвет сигнализирует, что дорога свободна и по ней можно ехать, не опасаясь попасть в пробку. Крупные трассы окрашиваются в зеленый цвет, если скорость движения на них в среднем превышает 60 км в час. Проспекты и крупные улицы при скорости выше 40 км в час, а переулки – при 30 км в час и выше. Коричневый же цвет обозначает, что движение перекрыто, и проехать в данном месте вообще невозможно. Если же дорога никак не отмечена, это вовсе не означает отсутствие на ней пробок. Просто у Яндекса на данный момент нет никаких достоверных данных о плотности и скорости движения на этом участке. Задержки в обновлении информации о пробках составляют не более 4 минут. Таким образом, отслеживание ситуации ведется практически в реальном режиме времени. При этом Яндекс разработал десятибальную шкалу, позволяющую быстро оценить загруженность дорог на улицах города. Оценка от 1 до 3 баллов обозначает свободное и относительно свободное движение. Оценка от 4 до 6 означает пробки средней плотности, а от 7 до 9 – пробки на много километров. Высший же балл оценки – десятый, и означает он, что лучше впрямь поехать на метро, роликах или велосипеде. Сервис Яндекс.Карты также дает возможность видеть некоторые участки дорог в режиме реального времени. Это стало реальным благодаря расположенным по всему городу веб-камерам. Получить изображение с нужного места можно просто кликнув на значок камеры, который находится на карте. Чтобы посмотреть изображение с другой камеры, установленной в том же месте, необходимо кликнуть по ссылке, где указано направление.